ВР назвали общую сумму согласованных выплат по программе вновления для уничтоженного жилья. С начала года общая сумма согласованных компенсаций по программе вновления выросла почти в четыре раза. Это касается как категории, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ жилья, так и полностью уничтоженного. Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает новости Украина со ссылкой на ее выступление. Наибольший рост именно в последней категории, сумма жилищных сертификатов, которые граждане получили в качестве компенсации, выросла почти в шесть раз. По ее словам, на 11 августа общая сумма средств, которые украинцам согласовали в качестве компенсации, составляет 21,6 миллиарда гривен, по состоянию на 11 декабря 5,5 миллиарда гривен, то есть она выросла почти в четыре раза. Парламентарий пояснила, что рост согласованных выплат является результатом увеличения количества заявлений, которые украинцы подавали в течение этих восьми месяцев, а это, в свою очередь, стало результатом того, что механизмы программы постоянно дорабатывали и расширяли. Соответственно, у все большей части украинцев, которые в такой компенсации нуждались, появилась возможность на нее подаваться. Так, по состоянию на 11 декабря на компенсацию подали 63 тысячи семей, чье жилье было повреждено, и 7,2 тысячи семей, чье жилье война уничтожила. По состоянию на 11 августа на компенсацию за поврежденное жилье подали 102 тысяч семей, а за уничтоженное – 18 тысяч, пояснила Шуляк. Парламентария добавила, что в категории компенсации за поврежденное жилье за 8 месяцев сумма согласованных выплат выросла, более чем в два раза, с 3 миллиардов гривен по состоянию на 11 декабря, до 7 миллиардов по состоянию на 11 августа. Впрочем, в категории компенсации за уничтоженный рост – еще более значительный. Так, в начале декабря общая сумма согласованных выплат составила почти 2,5 миллиарда гривен, а сегодня 14,6 миллиарда гривен. То есть, за это время она выросла почти в 6 раз. Мы видим, что из 18 тысяч заявителей, жилищные сертификаты, которые можно обменять на новые дома, получили 9 тысяч семей. Причем почти 3 тысячи жилищных сертификатов обновления они уже реализовали, то есть заключили сделки купли, продажи нового жилья для себя. Стоит отметить, что в последние месяцы обмен сертификатов несколько забуксовал, но после того, как правительство наконец-то выделило дополнительные 4,4 миллиарда гривен на этот этап программы, реализация возобновилась, отметила Шуляк. Она подчеркнула, что в последние недели доступ к программе неоднократно расширялся. Во-первых, добавилась возможность подавать заявления жителям населенных пунктов, которые находятся на территориях активных боевых действий. Во-вторых, на этой неделе возможность подаваться на компенсацию получили граждане, которые раньше могли это делать, только при условии оформления доверенности, теперь это можно сделать через законных представителей. Кроме этого, недавно был зарегистрирован законопроект 11444, которым предлагается освободить граждан от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат вновления, а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств по компенсации. Также неделю назад в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11444, который предлагает упростить процесс получения компенсации вновления гражданам, чье жилье не внесено в государственный реестр прав. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации, БТИ, за выпиской о праве собственности на жилье. Но если эту выписку получить в БТИ по тем или иным причинам, было невозможно, единственным вариантом доказать свое право собственности, и соответственно право на компенсацию был суд.